по тетрадке народа просто тут полными значит такое хочешь водички не вроде нормально так получается когда вы жить никогда не общаться не собираюсь уезжать школу школа сегодня у нас окончание торжественное поздравление и все но завтра на по договорам вам общаться договора в рабство вас евро берется нет ничего конечно договора о нашем дальнейшем развитием развитие его проекта ханкрафтер академии культуры этой вот то есть печь то о чем что будете продолжать уже сотрудничать да конечно это будет взаимное развитие юра на развитие его академии его культуры и конечно наше развитие как мастеров ханкрафтеров мастеров которые работают руками ножницами ты за двадцатого месяца вы понимаете таки понятно стало до основки ясно что это за люди что за люди что такое контракт тебе стало понятно за эти двадцатого месяца и может и для этого если честно когда пришла на проект я до конца не понимала всего того что нас ждет и насколько это серьезно чем больше как бы училась и вникала во всех процесс я поняла что те знания которые дает нам юра потолок красивый те знания которые до юра нам дает они конечно не знаю насколько мы достойны эти знания нести в массы конечно хочется быть достойными потому что я не знаю таких наверное знания никто не дает вот но не знаю по крайней мере в россии и хочется хочется все эти знания отработать и быть лучшим быть похожим на своего гуру а не на пришел дать пришел не рад это он четверг ничего не накладки главный ты же пузырин никого нет я его тащу бегут и его лина сучка штангела здесь у нас есть кто-то да еще стал и помогает я тут спрятала торт спрятал я просто пришел кучу заснять как они устал и я подснял как они торт занесли поставили я сбежал продолжать здрасьте кто такие ханкрафт мастера наверно получается уникальность 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 в том что во первых мы будем работать только ножницами индивидуально с каждым клиентом работая по его структуре костной то есть индивидуальный подход каждому клиенту столько техник узнали и мы понимаем теперь как эти техники применить индивидуально то есть не просто делаем и делаем а делаем именно так там там где это нужно необходимо то есть как как юра говорит да это будет результат но мы будем его предвидеть мы будем знать что в итоге получится прежде чем это мы будем делать как попала я вообще думаю это наверное свыше мне такого благословения потому что я когда юру узнала 10 лет назад у меня еще тогда мысль закрала что я хочу быть похожи на него потому похожи на него потому что то как на каком уровне он работал я думаю достичь бы хотя бы немножечко немножечко думаю когда он начнет работать начнет преподавать вот спустя 10 лет это случилось моя мечта на немножечко осуществилась я рада что попал на этот проект и и чего чего хотел сказать да я рассказывала что он работал юма тогда было у салон был тогда и юра там мастером был а я ученицей ну тогда он не преподавал лично у меня я видела его работы настолько они были вот четкие как будто рисованы волосинка к волосинке индивидуальный подход пропорции такие я думаю насколько он чувствует все это мне казалось что это невозможно этого достичь и вот пройдя уже этот курс два с половиной месяца я понимаю что эти знания в принципе мы получили просто нужно их теперь отработать до конца все чтобы это уложилось нашей голове но работы над собой еще много придется проделать как ты видишь в развитии россии в частности ваше участие в россии как вижу я думаю что люди еще многие не понимают насколько это ценно насколько юра хороший преподаватель и эти знания не ноги не недооценивают но я думаю что со временем люди поймут когда вот мы уже будем работать на должном уровне когда мы будем людям давать этот результат люди поймут и думаю что очередь выстроиться желающих учиться в юра я не думаю я думаю что не только из россии люди поедут с дальнего зарубежья из ближнего зарубежья что я рада что мы первые кто оценил ну может быть до конца еще не до конца можно понимаем этого со временем поймем как первок открывать или такие такую туристы ты сюда пришла уже с опытом да и стригла уже все можешь ли ты все равно себя сравнить вот до этого курса и сейчас что в тебе появилось да я работала на меня как бы небольшой опыт работы но то как я работала я понимала что мне это не нравится тот результат который я получала я стригла машинкой я я нервничала думаю но мне чего-то вот не хватает я понимаю что это не те знания на котором я должна обладать то есть я должна на другом уровне работать когда я уже отучилась сейчас я понимаю что вот она я полу я работаю ножницами расческой я получаю этого удовольствия понимаю что я теперь понимаю как надо может быть еще руки не слушаются но голова то понимает это меня уже радует я думаю что технику можно потом отработать со временем это так здорово я вот настолько рада что я получила то чего хотела мне кажется для тебя вот курс прошел вообще безболезненно потому что кто здесь все ревели а ты улыбаешься сидишь нет 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 это неправда у меня тоже эмоциональные срывы были даже ну наверное просто на камеру это было не видно думаю я приходила и расстраивалась разные эмоции мне кажется каждый пережил разные эмоции радость была и расстройство иногда было были моменты когда было желание все бросить думаю что ты не тянешь прежде чем прийти сюда мне казалось что это будет легко если честно намного легче чем в итоге это было так что нет эмоции было много эмоции были такие сложные даже последний раз когда я сдавала вот экзамен я настроила что я не буду переживать думаю буду стараться я смотрю юра к одному подошел к другому подошел там что-то не так здесь что-то не так думаю сейчас вера подойдет к моей работе скажет ну чё за фигню ты сделала столько училась училась а результат такой нехороший и когда юра ну подошел и сказал что ну здорово и вот у меня тогда тоже накрылась слезы потекли эмоциональные так зашла слезы вытерла ну просто никто этого не видел ну ну что сложно у каждого стригешь и стрижешь что-то ответственность такая юра ждет от нас результатов хороших но он в нас складывал как бы знания а я заплачусь здесь все плакают почти что так что это даже я уже не знаю что говорить что-то спрашивал ваще ощущение ощущение я рада что юра у нас отучил я рада что моя мечта сбылась я рада что юра нас сейчас вот не просто отпускает играть ребят куда хотите туда идите вот у нас как бы дальше направляет у нас есть цель вершина которую нужно достичь есть планы это здорово что можно дальше развиваться как бы не останавливаться тяжело говорю юра тебе низкий поклон чем больше с тобой общаюсь тем тем больше удивляюсь насколько ты многогранный такой человек где надо похвалишь где надо поругаешь хороший психолог оратор но вообще не знаю уникальный человек я рада что попала именно сюда почему платочка не предусмотрен ладно вы меня успокоили что я не одна плакала все я успокоилась почти большой путь пройден два месяца и сейчас каким чувством таким чувством я понимаю что еще много предстоит сделать я думаю сегодня еще будет разговор о том как нам этой цели достичь как нам вырасти расти профессионально сейчас голова как бы занято этим то есть я понимаю что еще много нужно чего сделать и дальше расти еще ступени будут это здорово есть куда стремиться и с чему расти хотя бы немножко быть похожи на юра это здорово я думаю я думаю наш путь как бы доведет до конца то есть у нас не бросит вот так вот мы такие полусыры еще как да еще много чего надо догнать в процессе я думаю что мы вместе юра нас доведет а есть ощущение что вы такие особенные потому что все таки есть курсы но они не такие вообще на другом, да, что вы именно вот особенные мастера да особенно я потому что я была на семинарах у других мастеров и ребята вот у нас кто в группе находятся они все говорят что те знания которые юра дает никто не дает и уникальность наша в том что мы можем это делать руками руками вручную подбирая индивидуально но мы как тоже такие художники лепим ну здорово можете это делать даже без должности вспоминать сам шутовую рощу про тебя не было а я там не была да жалко, конечно, но ничего, я думаю что еще будет встреча жила ты получается да Руба у меня недавно был в гостях с рупият мы отметили наш выпускной и он с нами проехал эту дорогу говорит мамочка как далеко вы живете это вы туда и обратно и говорят да но она того стоило возьмешь ли после этого обучения в руки машину с посадкой ну я уже рассказывал о том что я когда работала я приходил на первый степ 4 дня я училась у юра какие-то нюансы взяла для себя и пыталась работать ножницами а потом я вижу поток мне нужно взять машинка я взяла машинка когда я взяла машинка я поняла что я уже не могу вернуться к ножницам потому что я уже забыла у меня руки уже так нет не работают я когда пришла сюда учиться я сказала все нет не возьму машинку хочу работать только ножницами но это деградация если ты берешь машинку это про полная деградация машинка невозможно работать так как ты работаешь ножницами поэтому индивидуально да индивидуально ты работаешь с клиентом получается я думала что ножницами невозможно так четко и красиво водить все возможно юра показал эти техники как это нужно делать ну базах она столько хорошая я вообще не знаю я восторге физически я первую неделю вообще болела мне температура поднялась я приходила домой мне все говорили что с тобой тебя там че мучают что-то такая вся бледная гребята я так устаю можно поздно сидели может нет не в семь часов заканчивали учиться бывало что мы в десять в одиннадцать домой приезжали пол двенадцатого просто я приходила до кровати падала у меня уже ничего столько информации вот не физически настолько но умственно больше да наверное эмоционально устаешь юра с нас все соки выжал все что можно было то что обучение испытание но я рада что было вот тому что он не говорит все ребята 7 часов давайте по домам он говорит так пока вот это не закончите никакой домой мы отрабатывали до последнего ему нужен был наш результат но в армии не было я думаю что наверное да хочу мне там тушь сильно потекло довел меня до слез я сейчас переживаю юра в сочи я в сочи надо мной будет особый контроль я не могу его подвести не знаю хочу пойти поговорить если они пойдут нам на мои условия я на их условия не новое если не пойдет конечно если я подойду как мастер если они будут терпеть мои какие-то нюансы то я вернусь скорее всего мне нужно какое-то время поработать все знания от работы если ребята но если не устрою я их конечно придется другое место искать но пока я вся здесь в учебе была сказала что да буду учиться меня отговаривали давай подожди еще годика два я говорю нет уже не могу ждать сколько можно ждать хочу 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 этими знаниями обладать они меня отпустили все нормально не у нас есть девчонки хорошие так с пониманием отнеслись они в меня верят они за меня болеют они говорят мы знаем что у тебя получится да 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 я конечно большое хочу спасибо сказать девочкам из моего салона спасибо девочки что болеете за меня что вы верили в меня моя начальница оля 100 говорила карина у тебя будет хорошее будущее спасибо оля за веру в меня и многие мои родные и близкие они говорят и ты сможешь я благодарна в первую очередь конечно моему мужу по то что он тоже до последнего год иди иди учись иди ты сможешь родителям моим большое спасибо это люди которые финансово меня поддержали морально все знаю даже здесь какие-то мысли чтобы я не спросил бывает что добавить нет наверное просто хотя что моя мечта которая унашивала 10 лет она сбылась я всегда думала вот сделал бы юра какой-то курс который вот не просто отучит и оставит курс который он будет вести в принципе я не знаю наверное мои мечты сбываются по стиху потихоньку потихоньку и я вижу что юра нас не оставляет он говорит ребята давайте дальше вместе трудиться классно мечту конечно не хочу дальше двигаться я хочу дальше учиться я хочу работать на высоком уровне не хочу обратно но деградировать не хочу все на только вперед а а нужно с расческой все а я в камеру не смотрел его забегали правильно на брук спасибо